По оккупированным территориям. Здесь Россия форсирует. Я так понимаю, это единый план и замысел российского политического руководства, именно политического. Смотрите, это то, что я вначале сказал, это огромнейшая волна сейчас поднимается очередной раз Россией, всеми ее приспешниками, всех, кого Россия может придавить или подергать за ниточки, или за другие части тела, они заставляют сегодня кричать во всеуслышание, что надо немедленно прекратить огонь. Немедленно, нужен мир, перемирие, это основа основ. А потом уже договариваться и все остальное. Почему? Потому что они, видите, результаты регулярной армии российской не может показать в наступательном бою. И они очень боятся, что такие же плачевные результаты будут и в оборонительном бою, когда вооруженные силы Украины перейдут в контрнаступление. Поэтому Путин, а что хочет сделать Путин? Путин хочет через эту волну политического воздействия остановить боевые действия. Именно остановить, заморозить конфликт. Вот в чем ловушка. А потом на переговорах, если это удастся, потом же, ну хорошо, заморозили конфликт, прекратили огонь, ну допустим, гипотетический, да, что дальше, переговорный процесс. И Путин выходит и говорит, так там все граждане Российской Федерации, у них у всех российские паспорта. Вот именно поэтому сейчас идет тотальная паспортизация оккупированных территорий. Именно тотальная. И те, кто не хочет брать там паспорт или как-то уклоняется, вот их там очень сильно гнобят, очень сильно притесняют. Ну практически это геноцид. Он хочет паспортизировать, чтобы если ему удастся втянуть нас в переговорный процесс, то он будет доказывать, что там все граждане России. И уже никто, вы знаете, как Россия поступает, им плевать на все другие мнения. Они сказали, значит это аксиома. Вот поэтому надо максимально не дать возможности, не останавливаться ни на минуту. У нас есть реальный шанс разгромить российские войска на поле боя. Полностью или не полностью, это уже покажет бой. Это уже будет, как бы, все определит поле боя. Но не воспользоваться этим шансом мы не можем. Поэтому никакой остановки быть не должно. И я надеюсь, не будет. Далее, авиация наша, Силы обороны, за прошедшие сутки нанесла 6 авиационных ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Кроме того, уничтожены 4 барражирующих боеприпаса типа «Ланцет». Подразделения ракетных войск и артиллерии Силы обороны в течение суток поразили 1 пункт управления войсками, 8 районов сосредоточения живой силы, 2 склада боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы. В целом, за прошедшие сутки противник понес потери. В личном составе 620 военнослужащих оккупантов уничтожено, 3 танка, 8 боевых бронированных машин, 16 артиллерийских систем, 3 реактивных системы залпового огня, 17 беспилотников оперативно-тактического уровня, 30 автомобилей и 3 единицы специальной техники. Вот такие потери понес противник за прошедшие сутки. Это что касается военной обстановки на оперативных направлениях и линии фронта от Харькова до Херсона. Ну и немножко поговорим о военно-политической обстановке. Я уже частично коснулся и раскрыл вам ситуацию с вот этими заявлениями там сейчас и Орбана, это венгерского премьера, и Сиетру, министра иностранных дел в Венгрии. Они там пробивают очередное дно, что нельзя победить Россию, надо срочно прекращать огонь, иначе это риски, огромные, ну пугалки. Те же самые пугалки. Так вот, помните, да, в начале, по-моему, этой недели была волна, поднялась среди Российской Федерации, подняла волну, что ой, вооруженные силы Украины находятся возле границ Приднестровья, возле молдовской границы с Молдовой, где Россия оккупирует часть территории и называет ее Приднестровской Молдовской Республикой. Так называемой. Вот. Так вот, сегодня наш министр иностранных дел дал ответ на этот вопрос. А информация была такая, что с 9 по 15 мая якобы вооруженные силы Украины планируют выдвинуться в направлении Террасполя, чтобы начать вооруженную провокацию для отвлечения российских войск. Я не могу понять, как они могут отвлечь российские войска, вот, вторгнувшись в этот анклав. Вот. Во-вторых, мы уже сто раз сказали, мы там войска держим все время. Вот манипуляция состоит в том, что войска на границе с Приднестровьем находятся с первого дня вторжения вооруженных, вторжения Российской Федерации в Украину. Мы не можем там не держать войска. Так же, как на украинско-белорусской границе мы держим войска. Потому что там есть контингент российских войск, и он представляет угрозу для нашей территориальной целостности. Они манипулируют тем, что мы собираемся отвлекать. Как собираемся отвлекать, непонятно. Потому что, ну, напоминаю, Приднестровье-анклав между Молдовой и Украиной. И туда Российская Федерация, ну, никак, без вооруженного пробития коридора, они это пытались сделать, но, слава богу, они дальше Вознесенска не пошли. Это была их конечная точка. Оттуда начался обратный марш, аж до левого берега Днепра. Вот, поэтому есть официальное заявление нашего министра иностранных дел о том, что без каких-либо, без официального обращения руководства Молдовы, Украина ни в какие, мы считаем это внутренним делом Молдовы, и никакого вмешательства вооруженные силы Украины оказывать не будут. Никуда мы не собираемся вторгаться. Ну, а теперь вот следующим, несколько новостей из Российской Федерации, Рашистской Федерации, и помните, да, когда самолет Су-34 потерял две авиационных бомбы в Белгороде, и одна взорвалась, а вторую потом откапывали. Откапывали, вывозили, уничтожали. Так вот, оказывается, это не еще одну нашли бомбу. Потеряли не две, а три потеряли бомбы, оказывается. Я не удивлюсь, если через пару дней найдут четвертую, пятую, или там шестую. Но, оказывается, ФАП-500, это полутонная бомба, 500-килограммовая, фугасная, авиационная, и она была утеряна, тоже утеряна бомбардировщиком, и обнаружена в селе Головчино, в 10 километрах от границы с Украиной. 500-килограммовая авиационная бомба зарылась под землю около недели назад во дворе жилого дома. И не взорвалась. Видимо, была не взведена, а может быть, и взрыватель был неисправен, не сработал. Дело в том, что неразрывы, даже мы замечали неразрывы, когда они бомбили вот здесь, под Киевом, когда еще авиация российская прилетала, в районе Ерпеня, в районе Ворзеля, были очень частые неразрывы. И тогда предполагалось, что из-за того, что сброс бомб осуществляется на малых высотах и максимальных скоростях, и взрыватель просто не успевает взвестись, плюс бомба не успевает выровняться вертикально вниз, а так на скорости и падает боком и рикошетит. Или уходит в землю под острым углом, то есть, что приводит к неразрыву. А видите, оказывается, видимо, это бомбы советского еще производства, и поэтому от возраста они могут еще и не взрываться. Хотя, как можно потерять уже три бомбы на собственной территории? Это, кстати, ответ на вопрос, почему Ту-95 всегда выходят в акваторию Каспийского моря? Ракеты падают. Он сбрасывает ракету в надежде, что она сейчас запустит двигатель и стартанет к цели, а ракета не стартует, просто падает как бревно на землю ввиду своей старости и технической неисправности. Поэтому и пушки производят именно с акватории моря, чтобы еще не поубивало никого. Ну, а здесь приграничный район, видите, как получает. Еще одну бомбу, потеряшку, еще одну нашли на территории Белгородской области. Далее, помните Мизинцев, да? Генерал, который был, его прозвали Мариупольский мясник, он руководил войсками российскими во время штурма Мариуполя. Он был потом назначен на должность заместителя министра обороны Российской Федерации по тылу. Сейчас его сняли. Я уже, мы этот разбирали, я вам говорил, что там скорее, ну, там надо уже не кровати передвигать, а менять всю систему. Потому что, как в поговорке, там кражи не будет, все уже украдено на одном лазе. Мизинцева сняли из-за очень отвратительного снабжения тылового обеспечения российских войск, особенно на территории Украины. Так вот, не пропал генерал, видите, подобрали, подобрали, это самое, и сегодня он по сообщениям средств массовой информации, российских средств массовой информации, генерал Мизинцев стал заместителем Пригожина. То есть он стал замкомандира, вот так называем, ну, это вообще-то незаконного вооруженного формирования, под названием Вагнер. Видеозапись с уволнением генерал-полковника Мизинцева появилась на Z-каналах, ну, вот этих Z-патриотов, да, и на плече у генерала был шеврон с надписью Груз-200. Это шеврон вагнеровцев, который, это отличительный знак, шеврон подразделения Вагнер. Видите, не прошло и нескольких дней, как он был снят с должности замминистра, так он сразу... Я так понимаю, что сейчас Пригожин будет собирать обиженных генералов вокруг себя, еще и начнет формировать альтернативный генеральный штаб. Это давно хотел сделать Гиркин, ну, а сейчас это может попытаться сделать Пригожин. Далее, ЧВК Вагнера. Такое заявление, ну, кстати, оно уже опровергнуто самим же Пригожиным, что ЧВК Вагнера покинут Бахмут 10 мая, если сейчас Шойгу и Герасимов быстро не выкатят там им вагон боеприпасов для того, чтобы они успешно воевали. Ну, тут несколько, может быть, версий, почему он так шантаж... Это шантаж. Причем жестокий шантаж. Это почему... А вагнеровцы, скажу так, вагнеровцы и ополченцы, так называемые части оккупированных территорий Донецкой и Луганской области, это самые боеспособные части. Им даже уступают те десантники, которые там из двух дивизий, сборная солянка десантных российских, воюет в Бахмуте. Они в основном держатся, десантники держатся за спиной вагнеровцев и ополченцев. Это самая боеспособная часть. Если действительно подразделения Вагнера снимутся с линии фронта, они, кстати, могут сняться очень простым способом. Понятно, что Пригожин не имеет допуска к командованию войсками, это осуществляет генеральный штаб, ну, вертикаль, военная вертикаль. Но Пригожин может сказать, что, пацаны, уходим. Уходим огородами. Это ж зэки. А имея такой колоссальный боевой опыт, они перестреляют, поверьте, они уничтожат любой заградотряд, какой бы ни выставило Министерство обороны Российской Федерации. И если Пригожин кинет такой клич, они свалят с позиции. А если они свалят с позиции, в Бахмуте обрушится фронт. Просто обрушится. Во-первых, это будет огромная дыра. Во-вторых, там не останется кому таких самых боеспособных, мотивированных частей. Вот поэтому он шантажирует. Но снарядный, с одной стороны. С другой стороны, я так понимаю, он хочет, чтобы часть задач взяли на себя регулярные части Российской Федерации для того, чтобы сохранить своих боевиков. Потому что с боевиками он пацан, без боевиков он никто. И звать его никак. Поэтому, на мой взгляд, идет такое противостояние. Причем докатилось до Путина. Я так понимаю, добрые доброжелатели, доброжелатели, вот у них, видите, каждый борется за уши вождя, чтобы вносить в них свою информацию. И, соответственно, нашлись добрые люди, которые, видимо, рассказали, что есть конфликт. И Песков отреагировал на это. И заявил, что в Кремле не в курсе. А, в Кремле в курсе о готовящемся выходе ЧВК Вагнер из Бахмута. Но комментировать вопрос не будут. Так как это касается хода СВО, сказал Песков. Представляете, то есть, верховный главнокомандующий, главный организатор этой войны, который там их душит каждый день, чтобы они взяли Бахмут и двигались дальше на границе, не будет вмешиваться в конфликт между Вагнеровцем, Пригожиным и Министерством обороны, и Шейгу. Вот такая вот. Но тут еще добавил наше Министерство обороны, точнее, добавило еще масло в огонь, что оказывается у Вагнеровцев с боекомплектом проблемы. Потому как наша артиллерия постаралась в Бахмуте, и об этом заявила Анна Малер, заместитель министра обороны, на телемарафоне. Она сказала, что вооруженные силы Украины хорошо поработали и уничтожили места хранения боеприпасов, которые находились в зоне ответственности вот этого незаконного вооруженного формирования под названием Вагнер. Так что и мы там приложили свою руку для того, чтобы сильнее раздуть пламя конфликта между Пригожиным и Шейгу. Вот такое вот. Ну, пока верстается это видео, уже вроде как есть сообщение о том, что Пригожин сказал, что они никуда не уходят, они остаются. Видно, поступил звонок из Кремля, сказали, что расслабься, а то можешь действительно стать грузом 200. Как на шевроне написано, так в жизни может и случиться. Поэтому вот такое вот есть заявление. Вот такая каша сегодня начинает твориться на линии фронта, на самом горячем участке, который есть сегодня на больше тысячи километров линии боевого соприкосновения. Ну, далее директор национальной разведки Соединенных Штатов сделал заявление Аврил Хейнс. Он призвал Москву к сдержанности, даже несмотря на тяжелые потери в войне с Украиной. То есть, он дал понять, что сами влезли, сами теперь расхлебывайте. И сказал, что вероятность того, что Россия применит свое ядерное оружие, очень мала. На сегодняшний день заявил директор национальной разведки США. Эти люди знают, о чем они говорят. Все места хранения мониторятся. И любое перемещение ядерных боезарядов, оно, естественно, отслеживается всеми видами разведки и всеми разведками. Далее, тут надо отметить, что, я так понимаю, турне нашего президента по северным странам Европейского Союза дали свои плоды. И вот Дания и Германия решили немножко ускориться. И обещанные нам до конца года танки Леопард-1, если я правильно помню, там 80 машин боевых должно нам быть передано. И планировалось их передать аж до конца года. Первая партия должна была прийти вот в конце мая, начале июня. То сегодня министр обороны Дании сделал заявление, что все 80 танков будут готовы к отправке уже к первому июня. То есть, в июне мы можем получить все 80 машин. Танков Леопард-1 это версия А5. Одна из последних версий, которая, в принципе, довольно неплохая в плане боевых возможностей и огневых возможностей этого танка. Далее, еще одна новость от нашего генерального штаба. у нас, точнее, не от генерального штаба, а от Министерства цифровой трансформации. Так вот, министр цифровой трансформации Украины заявил, что Украина подготовила 10 тысяч операторов беспилотных летательных аппаратов в рамках проекта «Армия дронов». У нас такой проект, государственный проект. Он добавил, что планируется запустить 60 ударных рот беспилотников в составе вооруженных сил. 10 тысяч операторов уже готовы. Вторая цель – это трансформация доктрины применения беспилотников в современной войне. Вот такая вот новость обнадеживающая. Но в вишенкой на торте сегодняшнего военно-политического блока будет ситуация в Запорожской области. Этого обойти было нельзя. Готовясь к встрече нашего контрнаступления или к нашему контрнаступлению, оккупанты, естественно, стараются глубже и шире рыть окопы, привозят, укрепляют там позиции, пытаются стянуть туда максимальное количество личного состава, готовятся к обороне. И объявили части, местные гауляйтеры, местные власти, назначенные, оккупационные, объявили частичную эвакуацию жителей 18 населенных пунктов Запорожской области. Все эти населенные пункты расположены где-то примерно в 50-70 километрах от линии фронта. То есть, от Васильевки практически до Глидара они решили частично постараться максимально эвакуировать местных жителей. Видимо, предполагают, что там будут ожесточенные бои. Даже больше я смотрю список городов, и не буду их перечислять, их очень много, но от Энергодара. Самый западный город, который будет эвакуироваться, это Энергодар. Самый восточный я вижу тут Токмак или Пология. Какой из них там карты сейчас не вижу, какой из них восточнее не скажу. И причем не просто это вот в этой полосе они решили на глубину 50-70 километров от линии фронта, решили объявить эвакуацию, что спровоцировало панику среди российских военнослужащих в Мелитополе. В Мелитополе началась тотальная паника, они похватали машины, сейчас огромные очереди на заправках, все заправляют машины, запасаются топливом, именно российские оккупанты, не местные жители, а российские оккупанты. Вот такое объявление или такое поведение российского командования вызвало панику среди самих оккупантов и спровоцировали дефицит топлива на заправочных станциях. Его там сейчас крайне не хватает. Вот так они готовятся. Кстати, вот так они и будут воевать. Это показатель того, что генералы надеются, что солдаты будут до последней капли крови стоять, как сталинские приказы, стоять насмерть, не шагу назад и так далее. А они заправляют машины и грузят награбленные, для того, чтобы быть в готовности после первого же выстрела сесть и уехать. И сказать все, там все прилетело, всех убили, все разбомбили, вот мы спасаемся бегством. Примерно, наверное, будет так. Очень хочется надеяться. Редактор субтитров